Всем привет, ребята, меня зовут Компот. А вы узнали этих двух персонажей? Он чё, о нас что ли говорит? Да, абсолютно верно, ведь это бомж и миллионер. И сегодня они нам подготовили очень интересное испытание, построив два моста. Дешёвый мост бомжа и дорогой мост миллионера. Ну а наша задача пройти по каждому мосту от самого начала до самого конца, пройдя все испытания и забрать приз в конце. Что ж, не буду томить, миллионер и бомж ждут, погнали! Как говорится, да-да, не удивляйся, да-да, ведь мы начинаем с первого моста бомжа, по традициям. Почему по традиции? Да потому что у меня уже на канале полно роликов с бомжом и миллионером, например. Ну, например, небоскрёб бомжа против небоскрёб миллионера. Или, например, лабиринт бомжа против лабиринта миллионера. Короче, роликов полно и мы начинаем посмотреть их обязательно. Что ж, бомж, мы готовим проходить твой первый мост. Расскажешь, чё тут? Ну это мой дряхленький мост бомжа, я тут построил какие-то испытания на последние денюжки. Ну, короче, надеюсь, тебе будет интересно. Ну, я надеюсь, что мне это реально будет интересно и я готов это проходить. Итак, ребятки, мы сделали первый шаг на мосту бомжа. И нам нужно добраться до самого конца и считерить тут не получится, тут всё закрыто. О, кстати, я только что заметил табличку с описанием задания. Найди то, что откроет тебе дверь. Ну, я так понимаю, бомж самого первого уровня предлагает мне покопаться в помойках. Ну что ж, давайте это сделаем. Тут ничего. Я так понимаю, нам нужно найти либо рычаг, либо кнопочку. Ну что ж, давайте, я уверен, в каком-то мусорном баке это добудет. И... Стоп, я что-то не понял, ребята. Слушай, бомж, а почему тут... Э, а куда бомж ушёл? Э, миллионер, ты бомжа не везёл, куда ты ушёл? Ладно, окей, хорошо, разберёмся без него, ребят. Так, давайте понимательнее прочитаем. Найди то, что откроет тебе дверь. Но тут чётко не написано, найди рычаг или найди кнопку. Погодите, кажется, до меня допёрло, кажется, до меня допёрло. Нам нужен один булыжник, а также нам нужна одна палочка. Кажется, я понял, мы же сами собственноручно можем скрафтить серый рычаг, открыть дверь и надеюсь, я ничего не нарушил. О, бомж, я тебя искал, что? О, компот, я вижу, ты уже заметил, что как бы мне нужно собрать эти бутылки. Ну, раз уж ты тут, собери, пожалуйста, 15 бутылок, и я тебе дам ключ для следующего испытания. Бутылки тебе собрать? Ну ладно, давай соберу, сдашь, получишь копеечку, может даже перекусишь. Ты же всё равно все свои деньги потратил на то, чтобы построить этот крутой мост с испытаниями. Слушай, ну пока что мне нравится, учитывая то, что мне пришлось копаться в помойке, да. Ну ладно, хорошо, давайте будем просто молча добывать, опустим этот факт, забудем то, что было, и будем собирать бутылки для бомжа. У меня уже 11 штук, насколько я помню, мне нужно 15. Давайте 13, 14 и 15. Всё, 15 штук. Бомж, пожалуйста, давай мне рычаг. Так, я побежал на следующий испытания, приятного аппетита тебе. Заходим и... Воу, слушай, а там кто? Ой, я совсем забыл, это бомж Василий, он очень агрессивный и дерётся. Слушай, очень весело, да, дерётся это хорошо, а мне-то что делать, у меня с тобой нет ничего, как мне его пройти? Можешь задобрить как-нибудь его? Да не-не-не, он шубудно, он тебя прибьёт, поэтому держи бутылочку и шапку. Ёшки-матрёшки, я не хочу с ним воевать, ну ладно, ребят, раз уж придётся, сейчас будет уличная битва с бомжом. Ну что ж, ну, я готов, хорошо, Василий, слушай, а может мы с тобой договоримся всё-таки, люди взрослые, да, я думаю, эй, эй, Василий, да ты чё, я же к тебе с миром пришёл, Василий сейчас меня грохнет, ребятки. Тихо-тихо-тихо, главное не допустить этого момента, у меня осталось совсем немного хп, я выжил. О, Сатэн упал неплохо. Ребят, я еле выжил, видите, у меня было 2 хп, я уже начал убегать от этого Василия, но в конце я всё-таки победил, мне выпал рычаг и сотка, 100 рублей, ну, в принципе, неплохо. Давайте открываем дверь и проходим дальше, опа, смотрите, тут у нас какой-то мини такой бомжатский паркур, собранный из подручных средств. Ну, давайте его пробуем пройти, смотрите, тут фонарный столб какой-то, давайте на него прыгнем, смотрите, тут у нас дорожный конус, давайте на него прыгнем, на дорожный знак прыгнем. Ё-моё, как тут опасно стоять, и вот сюда, хух, мы... А чем так воняет изв... А, нет, не говорите, что мне туда, пожалуйста, не говорите, что мне в эту канализ... Ё-о-о-ошки-матрёшкин. Я не хочу туда идти, ребят, я не хочу идти в эту канализацию, ну ладно, хорошо, у нас всё-таки мост бомжа, испытание бомжа, и я готов их пройти. Ну ладно, давайте, зажмём нос и... Э, э, а чё она урон наносит, чё она урон наносит, тихо, 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 офигеть, у меня полжизни сняло. Знал бы я, что вода в канализации токсична, я бы сюда вообще в жизни не пошёл. Ну ладно, я уже полпути прошёл, отступать некуда, поэтому мы побежали вперёд, давайте, 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 ё-моё, ё-моё, тихо. Главное сохранить хп, у меня осталось очень мало, у меня осталось очень мало, и всё. Я выжил, я выжил, всё хорошо, всё нормально. Теперь можно идти, в принципе, дальше... Э, а как мне дальше пройти? Ведутся работы. Как мне туда пройти? Тут не пройти... О, кстати, не заметил, а что это такое? Это... О, тихо, я чуть не упал, это что такое? Мы спустили с вами под мост, под мост. Я бомж и ночую под мостом, отлично, ребят. И, опа, погодите, тут лесенка, я вижу лесенку, я вижу лесенку, я за неё зацепился, и проходим сюда, всё, отлично! Ёк-макарёк, где я, ребят? Я нахожусь под мостом, а сверху... О, погодите, а может это, может это часть испытания, офигеть! Я пропрыгнул этот разрыв, давайте идти дальше по этой железной ржавой палке. Так, сюда, дальше на эту лесенку. Куда дальше мне? Сюда, я так понимаю, да, ребятки? Я абсолютно был прав, поднимаемся и... Да, ребят, всё, мы прошли на другую сторону. Приз, приз, да ладно, да-да-да-да-да-да-да, ребят, я прошёл, я полностью прошёл эти испытания бомжа. Давайте заберём приз бомжа. Прямо сейчас пойдёмте на равнину и посмотрим, что же всё-таки мне подарил бомж за прохождение. Так, бомж, я возвращаюсь с твоего моста, я прошёл все твои испытания бомжа. На мосту бомжа это было просто замечательно. Ладно, посмотрим, что мне подарил бомж. Ну, во-первых, 5 рублей. Ну да, неплохо, можно купить 5 жвачек по рублю. Что тут ещё? Ух ты, накидочка, ребят, смотри, тёплая такая бомжатская накидочка. В дождик самое то. Поэтому пойдёмте встанем под крышу и будем смотреть, что у нас там дальше. Оп, уже мост миллионера вижу. Ладно, мы скоро к нему приблизимся. Чё тут у нас ещё так же? Костёр. Ребят, костёр. Костёр для бомжа это очень-очень важно. Не, ну представьте, реально пошёл дождь. Чё вы будете делать? Хотя костёр, наверное, тогда затушится и... О, а дождик-то кончился, ребятки. Всё, можно снова выходить сюда. О, кстати, смотрите, не обратил внимания, у нас ещё также есть стаканчик кофе. Прикольненько, прикольненько. Правда, я не особый любитель кофе. Я бы даже сказал, его вообще не люблю. Ладно, хорошо. Также у нас 4 соточки. Это приятненько. 4 соточки. Нормально, почти 500 рублей. Положу назад к деньгам. Так, что тут также есть, смотрите, грязевые мячики. Я могу кидаться. Миллионер, лови! Ладно, извини, это шутка. Бомж, лови! Ну, короче, вот такие вот земляные красивые крутые шарики, которыми я могу кидаться. Мультиинструмент, ребят. Вот вы сейчас скажете, компот, да чё это за призы такие? Стаканчик кофе, мультиинструмент, земляной шарик. Ну, ребята, если бы я был ломжом, я бы был очень рад мультиинструмента. Потому что там и ложка, и вилка, и ножик, и всё-всё-всё-всё-всё там есть. И также тарелочка хот-догов. Вот что ещё нужно для счастья? Два хот-дога, ребят, с кем поделиться? У меня есть один лишний хот-дог. И также палатка. Воу-воу-воу-воу-воу! Слушайте, это прикольно, это прикольно. Я был в походе только один раз в своей жизни, и скажу вам так, в палатке спать это прикольно. Неудобненько, но что-то в этом есть. Всё, ребят, с мостом бомжа закончено. И я снял все вещи для того, чтобы честно пройти мост миллионера. Миллионер подготавливает там всё, я готов. Ух ты! А это что такое? Подъехала, этого тут не было. В общем, Компот, да, здорово, я как-то с тобой не поприветствовался. В общем, расскажу тебе сейчас быстро, потому что у меня очень мало времени. Короче, смотри, это мой мост. Самый дорогой, самый пафосный, самый крутой мост миллионера. В общем-то, тут тебе нужно будет проходить самые интересные испытания. И дорогие, что они маловажные испытания. Ну а первое испытание такой разрыв, который ты не перепрыгнешь. Тебе нужно переехать на полностью золотой машине. Ха, неожиданно, с самого начала вот такое лакшее жёсткое испытание, слушайте. А может, всё-таки у меня получится перепрыгнуть? Ну, правда, тут эта крыша будет мешать, но давайте попробуем сейчас вот так вот. И... Не, ну это нереально, ребят, это нереально. Ладно, окей, на машине, так и на машине. Давайте попробуем это сделать. И так, 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 тихо, тихо, тихонечко, аккуратненько. Разворачиваемся, главное... В безу не упасть, ребят. Я, я, я вам уже говорил, что из меня очень плохой водитель. Так, тихо, осторожно. Потихонечку мы выезжаем на мост и разгоняемся. Давайте проезжаем, проезжаем, проезжаем. Ребят, я это сделал. Я это, чёрт возьми, сделал. Я сделал это. Пошла вон отсюда машина. Не-не-не, спасибо. Ты мне больше не нужна. Я лучше пешочком или на велосипеде пройдусь. И что ж, проходим на следующее испытание. Здрасте, ребята. А вы чё так на меня подозрительно смотрите? И что? Заработай на выгодном обмене. О, привет, испытание, где нужно зараб... Зарабатывать, это чё такое? Чё, чё, чё он такой маленький сундучок? Посмотрите, он какой маленький по сравнению со мной. Ладно, окей, чё лежит тут? Вот у нас... Вау, в маленьком-то сундучке, ребятки. Не маленькие денюжки лежат. Пять, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять тысяч рублей. И, судя по табличке, нам нужно заработать на выгодном обмене. Ну, давайте попробуем. Значит так, вот этот чувак нам предлагает за мои 25 тысяч рублей 17 алмазов. Буду учитывать, так сказать. Этот предлагает 8. Ты чё, дурак, что ли? У него выгоднее. Ладно, давайте посмотрим всех на всякий случай. 18. Так, ребятки, вот тут уже выгоднее. 18 алмазов, 25 нормально, 16 не особо мне выгодно. Дальше. Опа, погоди, мы к тебе ещё вернёмся. А тут 32. Ребята, 32, 32 алмаза за 25 тысяч рублей. Стоп, погодите, ну тут, смотрите. Тут раз, два, три, тут тоже за 25 тысяч рублей, по 10 алмазов за каждые 5 тысяч рублей, это у нас получается 50 алмазов, погодите, 50 алмазов, вот у этого чувака, по сути, самый выгодный курс, давайте покупать тогда, почему бы и нет, будем покупать, покупать, покупать и покупать, посмотрим, сколько алмазиков я купил, 50 штук, ребята, отдыхайте, он умеет зарабатывать, у него самый выгодный курс, и мы, ребятки, проходим дальше, здрасте, продавец, что продаете? Давайте обустроим мини-дом миллионера, печка, декор, кровать, сундук, свет, окей, ребят, видимо, эту территорию мы можем сейчас с вами обустроить и купить у продавца за алмазы, которые я только что выгодно обменял, ух, тяжело, 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 это, конечно, что делать, ребятки, испытания у миллионера действительно тяжелее, но я пока что справляюсь, и давайте попробуем, для начала нужно купить кровать, можно купить кровать подешевле за 3, но я куплю дорогую, а как говорится, а что мне? Не, я же миллионер, ребятки, сейчас, я же сейчас, по сути, обустраиваю дом миллионера, правильно, и если я правильно это сделаю, то дверь откроется, поэтому будем, ребят, давайте делать это правильно, и кровать сюда нужна самая дорогая. Так, что нам еще нужно? Нам еще нужна печка и, ну, конечно же, железную печку, миллионер должен все с качеством плавить, все должно быть отлично, все должно быть шикарным, поэтому печку тоже ставим железную, а не обычную. Да, вот так будет намного, ну, смотрите, она на опыте работает, офигеть. Ладно, окей, что тут еще? У нас есть сундуки, 7 штук, а нам сколько нужно сундуков? Нам нужно 2 сундука, в принципе, но 7 я не буду покупать, тем более какие-то они дешевые, во, во, подороже, давайте я возьму вот эти вот 2 таких вот сундука за 8 куплю, почему бы и нет. Так, да, так, да, так, да, так, подходим сюда и ставим 2 сундука. Та-дам, все, вот так вот, слушайте, реально уже красиво получается, нам осталось поставить декоры, нам осталось поставить свет, давайте это прямо сейчас купим, у меня остается 7 алмазов, так, мы покупаем, значит, вот, давайте вот такую лампу, она очень красивая и современная, и вот такой аквариум, ема, у меня даже осталось, ребятки, немного алмазов, ну, давайте все их спустим на стол зачарования, ну, ладно, один куплю, так уж и быть. Так, смотрите, сюда мы давайте поставим все-таки аквариум непосредственно, во, красотень какая, а вот сюда мы поставим эту современную красивую лампу, и смотрится она тут, конечно, просто супер. Так, и вот заместо этой таблички мы поставим еще стол зачарования, ну, вроде все. Мистер продавец, давайте мне теперь ключ за то, что я все обустроил, смотрите, аквариум, все поставил, ключик где, а, ключик и не нужен, тут все открыто, спасибо, до свидания. Итак, что тут у нас, ребятки, тут у нас, смотрите, золото, руда-руда, кстати, сундук, в нем кирка, возьмем-ка, ее печка, что у нас тут дальше? Воу, здрасте, что у нас тут? Это ломбард, ребята. Кто не знает, ломбард это такое заведение, где принимают золото, всякие золотые украшения, золотые, там, часы и так далее, тому подобное. Я так понимаю, мне нужно накопать золото и отдать его ему, и получить, знаете, рычаг, которым я открою дверь на следующий испытание. Но погодите, он принимает только часы, он не принимает золото. Странный какой-то ломбард, ну ладно, давайте тогда пробуем их скрафтить, потому что я заметил сразу же, что тут есть редстоун, поэтому никакой сложности не должно быть. Блин, мне очень нравится, ребята, эта кирка, смотрите, как она быстро, во-первых, копает, а во-вторых, она копает сразу несколько блоков. Это просто шикарно, но мне уже этого достаточно, и давайте плавить все это золото. А пока золото заплавится, быстро прошу вас подписаться на мой канал, потому что до 10 миллионов подписчиков осталось совсем немного. Ух, надеюсь, вы поняли, что я сказал. Ха-ха, и, 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 последний кусочек золота, все, отлично, ребятки, я уже могу скрафтить, а где верстак? Это что верстак? Нифига себе, у меня внимательность, ладно, хорошо, давайте крафтить эти часики, берем, отлично, часики у нас готовы. Здорово, чувачок, здорово, давай сюда, рычажок, спасибо, приятные места. Э, слышь, рычаг отдай, пожалуйста, э, рычаг верни. Все, спасибо, до свидания, до свидания. Итак, мы проходим на следующий испытание, воу, тут какой-то паркур, ребятки, такой же, как у бомжа, только невидимый. И нужно паркурить по факелам, господи, это, это очень опасно, но, в принципе, я справляюсь, я уже встречал такой паркур, капец, сто лет не паркурил по факелам. Ладно, окей, что тут дальше? Тут у нас умный коврик какой-то, смотрите, умный ковер, постели себе ковровую дорожку. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ а потом вот так вот аккуратно, главное, не упасть, ребятки, поставить этот ковер. Вот так вот, отлично, всё. И дальше, по сути, этот умный ковер... О, всё, отлично, ребятки, умный ковер работает. Слушайте, у миллионера очень крутой умный ковер. Так, нам осталось последнюю ковринку взять, давайте берём и ставим сюда. Отлично, мы проходим к сундуку, тут у нас лук и три стрелы. И, оу, ё-моё, ребят, из меня стрелок, конечно, тот ещё. Нам нужно с третьего раза попытаться попасть вон туда. Я с первого попал? Отлично, вообще просто шикарно, аккуратно. Ой, а могу сюда выйти? Нет, тут всё защищено, к сожалению. Ну ладно, слушайте, интересное испытание. И, и стоп, это похоже на приз. Это, это приз, ребятки, и как всегда, естественно, дофига алмазных блоков, я все их забираю с собой. Ё-моё, это ж, это ж сколько алмазов, вы меня простите, это ж сколько алмазов. Я богатый, я богатый теперь. Ладно, что тут ещё есть также интересного? Давайте заберём все призы, которые я заработал за то, что прошёл этот мост. Итак, погнали, забираем, 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 забираем. Мы погнали в самое начало. Миллионер, я всё прошёл, я всё прошёл, миллионер. Итак, давайте, смотрите, ребятки. Первое, это экспириенс боттл на 256 икс. Вау, смотрите, ребят. Во-первых, он мне поднял очень много уровня, во-вторых, он мне дал дополнительный уровень сердечек. И смотрите, вау, 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 я с пяти пузырьков сделал себя 64 уровень. Это мощно. Также тут у нас ещё есть, смотрите, изумрудная наковальня. Я так понимаю, она, не знаю, чинит предметы как-то лучше или что-то типа этого. Короче, вещь, я так понимаю, очень дорогущая, поэтому я её сохраню. Также у меня есть колечко. Погодите, а как его одеть? Как одевать кольца? Я не особо умею. Давайте как-то... Ладно, не знаю, ребят, как его одевать, но это кольцо даёт эффект прыгучести. Прикольный, я так понимаю, стоит очень дорого. Но я кольца не ношу, поэтому, так сказать, сдам в ломбард. Вон туда. Ладно, хорошо, что тут ещё? Very lucky block, ребятки, это очень везучий lucky block. И мне выпадает lucky look. Окей, что я могу делать? Я могу стрелять и поджигать всё. Во-во-во-во, это очень опасно. Давайте будем аккуратными. У нас ещё остаётся одна стрела. И давайте её тоже выстрелим. Всё, стрелами у меня, к сожалению, больше нету. Также есть золотые зачарованные яблоки. Это прикольно. И lucky zelie. Кидаем одно. Офигенно. Я как раз голоден, ребят. Я сейчас пойду, во-первых, после съёмки этого видео, наемся, как не знаю кто. А во-вторых, ещё и в Майнкрафте поем. И ещё... У меня теперь, ребят, есть транспорт. У меня даже яблочко есть, да? Я скормил. Ещё яблочко есть, я не понимаю. Нет, к сожалению, больше яблока нету. И чёрт, мне нужно приручить эту лошадь. Блин, вот у миллионера очень классные призы. Так, также ещё смотрите, ребятки. Алмазная наковальня. Она тоже, видимо, крутая. Видимо, немножко похуже, чем изумрудная. Но, видимо, тоже крутая. Кстати, кто разбирается в наковальнях, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что я не понимаю, как ими вообще пользоваться. Ну, в плане вот этими вот новыми. Обычно это я умею пользоваться. И также нагрудник. У нас такой вот радужный, который... Ого-го, как защищает, между прочим. И... Ё-моё, сколько у меня эффектов. Это очень круто. И также, кстати, бонусом мы с вами получили вот такую вот интересную кирку, которую... Ой! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как надо закрыть? Вы чё, зачем я сломал свою кузницу? Я не понимаю. В общем-то, ребята, сегодня у нас бомж и миллионер построили два моста в деревне. Мост бомжа дешёвый и дорогой мост миллионера. Мы прошли оба. И, слушайте, по испытаниям, если честно, мне больше нравится мост бомжа. А вот, ребятки, в принципе, по призу мне больше нравится мост миллионера. Короче, как всегда, вы самые главные. Вы решаете в комментариях. Я жду ваш комментарий. А с вами я прощаюсь. С вами был Якомпот. Не забывайте ставить лайки. Всем удачно. Спасибо. Всем пока.